Сегодня, братья и сестры, для нашего Крыма большой праздник, потому что мы чествуем, почитаем, молимся и благодарим всех святых в земле Крымской просиявших. Здесь земля наша, Крымская, очень древняя земля, и здесь жило много людей, и среди них было много святых людей. Вы знаете, что впервые в Восточной Европе проповедовал Андрей Первозванный, начиная с нашего города. И, собственно, после него здесь было много святых людей. И эти святые люди здесь молились, исполняли заповеди Божии. Они доверяли целиком и полностью свою собственную жизнь. И также умели доверять Богу жизни тех людей, кто находился к ним в доверии. Вы знаете, потому что в нашей жизни мы чувствуем часто, что мы немощные, слабые люди, а нужно принимать какие-то решения, нужно что-то делать для того, чтобы помочь тем, кто рядом с нами. И мы понимаем, что своих каких-то человеческих сил недостаточно, чтобы что-то сделать. Да и вы знаете, у нас есть опыт разочарования в самих себе. Это поначалу, когда человек молодой, он достаточно самоуверенный, ему кажется, что все он может. А потом уже с годами ты понимаешь, что ты мало, не просто можешь, а вообще многое ты испортил в жизни еще. Навредил даже, может быть, кому-то, кого-то соблазнил, искусил. И вот человек, если он почувствует, что весь источник его сил в Боге, его крепости именно в Боге, он почувствует, как его немощи начинают крепнуть силами Божьими, то этот человек пытается всех приобщить к Богу. Он всех пытается привести к Богу, потому что, помните, как бабулечка ведет своего внучка в церковь. Он там сопротивляется, не хочет идти, ему хочется поспать. А вот бабушка ведет, крескет его, молится за него. Почему? Потому что она знает то, чего не знает он, маленький и глупенький. Она знает, что все от Бога в этом мире. Ее жизнь научила. Она стала мудрее. Святые люди – это не всегда пожилые люди. Бывают очень молодые. Но у них такая, знаете, старческая мудрость. Они умудрились заповедями Божьими, молитвой умудрились. Умудрились постоянной внутренней борьбой, которую они вели. Потому что человек, который не ведет внутренней брани, который не сопротивляется греху, то он, знаете, он как юноша глупый, этот человек. Потому что он делает те же самые ошибки юноши. А человек, который сопротивляется и побеждает, он мудреет. Понимаете? Если не мы будем побеждать эти страсти, то они будут нас побеждать. И поэтому святые люди, они мудрые. Это люди с огромной внутренней силой духовной. Это люди, которые для многих являются надеждой. Знаете, бывает, человеку в жизни тяжело испытания разные. От своих страстей там, от всего, от всего. Но, а бывает и война. У нас тоже сейчас такое состояние. Пусть, конечно, пока, слава Богу, на нашей земле пока еще не взрываются бомбы. Но все равно всякие информационные бомбы рвутся. И тоже много коллег от этой информационной войны. Вот святые люди, это те люди, которые всегда светят во тьме. Они всегда дают силу тем, кто впал в уныние, в отчаяние. Все унывают, все плохо, уже погибаем, тонем. А святой человек нет, говорит. Вспомни, говорит, апостола Петра. Пока он смотрел на Христа, он шел по этому морю бушующему. А когда он в сторону начал смотреть, на этот шторм, на этот кошмар, который творился, он начал точно стонуть. Так вот, святые люди, это те люди, которые могут идти по бушующему житейскому морю. И могут других вытаскивать из этой бездны, как Господь вытащил апостола Петра и сказал ему, «Зачем ты усомнился, маловерный?» Вот самое главное, не усомниться, братья и сестры. Вот святые, мне кажется, это те люди, которые прежде всего преодолели все сомнения внутри себя. Они опирались всегда на то светлое, что Бог дает в душу человеку. Они никогда не раскисают. Нет, я не могу сказать, что они не раскисали. Все было. Мы читаем жития святых, мы знаем. Все было. Помните, как есть выражение известное? У каждого грешника есть будущее во Христе, а у каждого святого было прошлое. То есть, какие-то грехи, какие-то искушения. Но они смогли все это победить в конечном счете. То есть, святой человек – это побеждающий, помните, как великомученик Георгий, копием поражает гадину. Вот этот образ – это образ христианина, который должен побеждать в себе. Вот этого змея. Помните, какой хвост у него там большой, какие лапы, какие зубы. Вся вот эта мерзость, она на самом деле вползает к нам через наш грех. А христианин – это тот, который побеждает вот этим копием, как силой Божьей. Поэтому мы любим великомученика Георгия. И в нашем городе мы особенно его почитаем. Святой великомучениче Георгий, моли Бога о нас. Другими словами, знаете, вот вы слышали, наверное, часто вот в календаре, например, там совершается память московских святых, собор московских, крымских святых, новгородских святых и так далее. То есть каждая, как бы, область, регион имеет своих небесных покровителей, потому что они трудились духовным трудом на этой земле. Вот бывает подсвечник, знаете, какой большой, свеч много. Представьте себе. Бывает земля, где не очень много святых было. Собор крымских святых – это большой подсвечник горит на нашей маленькой земле. Много свечей зажглось, и они горят, эти свечи. Вот каждый из нас приходит с улицы, вот идет, идет по улице, думает, зайду-ка я в храм, свечу поставлю. Он поставил человек свечу в храме, и ему на душе тепло сразу. Горит свечечка. Чувствует, что эта свеча, она тьму разгоняет. Где? Прежде всего, в его собственной душе. И он уже вышел, и радостно идет из храма. Почему? Потому что что-то коснулось сердца этого человека. Разорвалась вот эта последовательность, вот этой суеты, которая давит. Часто мы говорим, вот суета давит. Вот святые – это те, которые победили суету. Они тоже боролись с ней. У них тоже все это было. Но они смогли это победить. И вот сегодня горит на нашем подсвечнике крымской земли много свечей. Это святые люди, и древние святые, и новомученики, и исповедники, которые тоже подвязались на нашей земле. И от этого на душе спокойно. Потому что, знаешь, есть кому помолиться. Я вспоминаю одного человека, который приехал хоронить своего отца. И этот человек сам молиться не умел. Отец его не научил молиться. Потому что отец безбожник был. Он стоит у гроба своего отца. Люди собрались. И такая гнетущая атмосфера, как бы буквально висела в воздухе. И он в какой-то момент как будто пробудился и крикнул. Здесь хоть кто-нибудь может помолиться. Толпа людей стояла. И никто лба не смог перекрестить. Никто молиться не умел. И что от этого на душе было у всех? Было это жуткое, страшное. Почему люди идут, когда кто-то умирает, в черных одеждах? Траурные, говорят, одежда черная. А разве священник совершает отпевание в черных одеждах? Он в белой одежде совершает. Или в каких-то светлых должных одеждах. Вот в этом и разница мирского понимания смерти и духовного понимания смерти. Мы смерть называем успением. Помните, как Тортова называем человека? Усопший. Он уснул. А когда человек спит, то не хочется будить этого человека. К нему подойдешь и погладишь его по голове, поцелуешь его. А если он мертвый, как животное умирает? Потому что у него души нет. Нет, у животного есть душа, но она умирает одновременно с телом. А душа человека бессмертна. Тело умерло, а душа продолжает жить. Потому что в ней есть дыхание самого Бога. Сам Бог вдохнул дыхание жизни в Адама. И Адам был красивой обезьяной. А стал человеком. Потому что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Он буквально поцеловал свое творение Адама. Прикоснулся своими устами к устам Адама. И каждый святой чувствует на себе это дыхание Божие. Он чувствует, как Бог согревает его душу. А мирской человек, он ничего не чувствует. Он говорит, я потомок обезьяны. Несчастный такой человек, у кого такие потомки. И потом прыгают люди. Помните, сейчас модно прыгать. Потому что предки такие. Зов крови. А мы не прыгаем. Мы молимся и говорим, Господи, останови эту прыгучесть внутри нас. Если это что-то прыгает, то останови. Потому что человек должен быть прежде всего спокойным, умиротворенным. Он должен этот мир нести, а не прыгучесть, не войну. Спокойствие должен нести. И вот сегодня мы чествуем этих умиротворенных святых людей. Мы чувствуем этот мир, который исходит от иконочек этих святых людей. От тех слов святых, которые произносятся за богослужением. Ведь как сказано, ведь как вот прекрасно сказано в богослужении. Святии и угодники Божии, вы, они бесившие землю. Они бесившие, славянское слово. То есть, вы сделали землю, как небо. Вот что они внесли сюда. Они рай внесли сюда, в этот мир. И кто общался с ними, или кто молится им, любит святых, тот чувствует, что уже рай где-то здесь рядом. Вот святость удивительна. Она перед человеком раскрывает абсолютно новый мир, новые возможности. Потому что все то, что сейчас происходит, это все, к сожалению, одно и то же. Просто в разных временных интерпретациях. Но все одно и то же. Страсти, эмоции, в результате сорванные психики. Даже мы празднуем. Как мы празднуем? Разве мы умеем праздновать что-нибудь нормальное? Вот как люди празднуют? Тот же Новый год, который ждут. Столы ломятся, все. А на следующий день что? Разбитые лица, головы тяжелые, измены, предательства. Вот последствия праздника. Разве люди умеют праздновать, скажите мне? Праздник происходит от слова праздность. Это значит, что празднующий человек должен чувствовать, хоть в момент праздника, свободу от суеты. Его душа праздная, свободная. А какая же свобода после праздника такого? Тяжесть одна. Все болит, все ноет. И ты думаешь, а что еще там я делал? Да говорят, ты это еще сделал? Боже мой. Вот какой ужас. В каком ужасе люди живут? Свобода. Вот что человеку нужна. Легкость. И он с этой легкостью потом должен идти на работу. Он должен быть радостным, счастливым. Нет, это не эйфория какая-то. Нет. Это должна быть прежде всего свобода от всякой внутренней тяжести. Святые – это люди свободные. Это люди легкие. На подъем. Всегда готовы были исполнить Слово Божие. Помните, есть такое выражение? Призвание. Призвание. Вот говорят, а в чем твое призвание? А вот мое призвание в этом. Это значит, что Бог призывает человека. Бог человека зовет. А вчера о чем была притча? О том, что Бог звал, но мы сказали, нет, нет, Господи, не сейчас, потом. А Бог говорит, уже я готов тебя сейчас дать тебе свободу для души. Вот святые – это те, которые услышали свое призвание. И святые – они разные. Это не те, не только монахи, которые по кельям сидели. Это разные. И мирские люди были, и князья, и врачи. Кого только не было. Святым можно быть везде, на всяком месте. Потому что Бог везде. А если Бог везде, значит, и святость, возможно, везде. Потому что святость, мы святы только Его святостью. Сам человек не может быть по себе свят. Только Божьей святостью. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы взирали своими мысленными очами на этих граждан Крыма, святых граждан Крыма, для которых нет времени, для которых нет пространства. Они находятся вне всего этого. Они свободны. И мы тоже иногда чувствуем свою свободу внутреннюю. Вот помните, с какой свободы человек уходит, если он хорошо поисповедовался, покаялся. Вот как на душе свободно, легко. Вот думаешь, все, я буду так и жить, вот с таким настроением. Вышел из храма, пошел туда-сюда, думаешь, что-то уже не то, что-то изменилось. Вот святые смогли жить этой свободой. Они ее хранили, они ее увеличивали, эту внутреннюю свободу. Дай Бог, чтобы и мы приобщались как можно больше к этой внутренней свободе. Чтобы молитвами этих святых родственников наших, соотечественников наших, и мы тоже достигли чего-то светлого, доброго. И чтобы мы могли тоже это светлое и доброе давать друг для друга. Храни всех Господь. С праздником, братья и сестры.